В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Семь членов организованной преступной группы задержаны наркополицейскими в Новокуйбышевске. По данным правоохранителей, на протяжении полугода молодые люди занимались распространением синтетических наркотиков на территории города. При себе у задержанных было обнаружено более 300 граммов опасного наркотика. Еще более полутора килограмма полицейские изъяли в съемной квартире в Октябрьском районе Самары у организатора ОПГ. Зелье подозреваемые заказывали через интернет, затем расфасовывали товар, прятали в тайниках, где потом его забирали покупатели. Возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к сбыту наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Санкции данных статьи предусматривают наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненного заключения. Более 20 тонн контрафактной алкогольной продукции изъяли полицейские в Тольятти. Ангар, где хранили алкоголь, располагался на территории промзоны на Московском проспекте в Автограде. По данным полиции, алкогольную продукцию привезли из Северной Осетии. При этом никаких документов, подтверждающих ее качество и безопасность, не было. Среди изъятых напитков – коньяк, водка, вино в стеклянной запечатанной таре. Кроме того, полицейские изъяли спиртосодержащую жидкость, которая хранилась в пластиковых пятилитровых бутылках. Образцы алкогольной продукции направлены на экспертизу. Более 130 незаконно установленных объектов, торговавших алкоголем, вывезено с улиц Самары совместными усилиями полиции и городской администрации. Об этом в ходе очередного рейда рассказал начальник областного главка Сергей Солодовников. Проверяли и заведения, торгующие алкоголем, которые расположены на первых этажах жилых домов. Первой точкой проверки стал так называемый объект общественного питания на проспекте Металлургов. Выяснилось, алкогольным здесь торговали незаконно без соответствующей лицензии. Ни киосков в городе нет, незаконно стоящих торгующих спиртным. Сегодня мы понимаем, что нужно перейти ко второму этапу. Убрать вот на первых этажах подобные питейные заведения. Надо до 50 квадратных метров в питейных заведениях подобного типа на первых этажах запретить торговлю вообще. И мы законным образом у каждого поставим сотрудника полиции, у меня их хватит. И запретим торговлю. Чрезмерное употребление алкоголя до добра не доводит. В этом убедился герой нашего следующего сюжета, для которого одного наказания показалось мало. Около трех часов ночи на одной из улиц в центральном районе Тольятти активисты ночного патруля заметили легковушку «Пежон», водитель которой вел себя подозрительно. Информацию передали дежурному экипажу ДПС. Уже через несколько минут молодого человека задержали. От прохождения медосвидетельствования 21-летний водитель отказался и в момент составления протокола нервничал и вел себя неадекватно. Чуть позже выяснилось почему. При проверке документов было установлено, что данный молодой человек уже был лишен специального права управления за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения в ноябре 2014 года. В настоящий момент в отношении данного водителя избраны меры пресечения административный арест, административное наказание за управление транспортным средством лицом, будучи лишенным на специального права управления транспортным средством и находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Один миллион рублей в такую сумму хозяева ювелирного магазина в Новокуйбышевске оценивают нанесенный ущерб. Эти кадры были сняты на камеру видеонаблюдения. Поздно ночью, взломав дверь, в помещение ворвались несколько неизвестных в масках и вынесли оттуда дорогостоящие ювелирные изделия. Вдобавок прихватили сейф с крупной суммой денег. На все у злоумышленников ушло меньше минуты. Сейчас полицейские пытаются установить личности преступников. Возбуждено уголовное дело. Более 20 миллионов рублей задолжали своим несовершеннолетним детям нерадивые родители. Причем эта цифра только по советскому району Самары. В преддверии Международного дня защиты детей судебные приставы отправились в рейд под кодовым названием «Подари ребенку лето» и призвали злостных неплательщиков алиментов выполнить свой родительский долг. Право на интересное и насыщенное лето имеет каждый ребенок. Но не каждый может осуществить свою детскую мечту. У жителей этой квартиры двое детей. Сыну пять, дочери всего два годика. Своих детей эти люди не видели около двух лет, так как и отец и мать лишены родительских прав, а дети живут с опекуном. За годы разлуки с детьми родители не потратили на них ни копейки, алименты не платили. В итоге накопился крупный долг – более 180 тысяч рублей. Судебные приставы говорят, работа по взысканию долгов осложняется и тем, что попасть в квартиру должника порой трудно. Во-первых, у самих должников, как правило, домофона нет. Только по соседям. Соседей днем найти тяжело. Часто не бывает никого дома. Приходится приходить неоднократно. Та же история у жителей этой квартиры. Своим несовершеннолетним детям они задолжали 100 тысяч рублей. Приставам дверь никто не открыл. Повестку пришлось передавать через соседей. Она не живет. Я ее не вижу вообще. По данным судебных приставов, в одном только советском районе Самары на сегодня почти 400 злостных неплательщиков алиментов. Общая сумма их долга – более 20 миллионов рублей. В основном масса злостных неплательщиков – это люди, употребляющие алкогольные напитки, не работающие и не имеющие желания к работе. Если беседы, уговоры и даже штрафы не помогают, в ход идут более жесткие меры. С начала этого года в советском районе за уклонение от уплаты алиментов 18 человек привлекли к уголовной ответственности. Правда, от этого детям не легче. Всех неплательщиков алиментов судебные приставы призывают вспомнить о родительском долге и подарить детям немного летней радости и надежды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова